Вы знаете, многие люди сильно переживают за все, за все, за все, за все. Дети, школа, работа, обстоятельства, новости, что происходит. Не только в это время, в которое сейчас мы находимся, но вообще. Паника, паника, паника. И эту панику нужно убирать, друзья. Об этом говорил Ишуа. Он говорил о том, что будут происходить вещи, которые нас не должны сильно так напрягать. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Что это значит? А значит, чтобы был шалом. Означает, что когда мы не думаем о том, что происходит у нас вокруг нас, и то, что происходит в телевизорах, в интернете, слова тети Зины, там еще тети Яни и всех остальных, наш разум имеет мир. Когда наш разум имеет мир, мы не задумываемся о том, какие последствия того, что еще не произошло. Но Ишу говорит, знаете, что я вам буду давать, что говорить? Ибо я вам дам уста премудрые. Я молюсь о том, чтобы у каждого из вас были мудрые уста. В это время, особенно когда люди спрашивают многие вопросы, будьте мудры. Не просто говорите местописание, которое пугает людей, потому что это они уже боятся. Я знаю, что времена последние. Но очень важно иметь мудрые уста, чтобы повести человека, в первую очередь, не в страх, хотя можно и через страх спасать людей, но возможность надежды на Бога, который вы избавляет из ситуации. Вы, которых будут вам просить, люди будут спрашивать. И самое главное, предать свой путь Богу. Потому что в Луки, 21 глава, 26 стих говорит так, «И будут знамения в солнце, в луне, в звездах, и на земле уныние народов». Уныние. Сегодня люди унывают, потому что они не знают, что происходит. Но это и недоумение, и море зашумит и возмутится, пока мы этого не видим, хотя кто знает. Люди будут издыхать, то есть умирать от страха в ожидании бедствий, грядущих на все, ибо силы небесные поколеблются. Люди, друзья, не только умирают от каких-то болезней, или же, естественно, смертью, которая запланирована Богом, которая нам выдано здесь на земле. Люди будут в последнее время умирать от страха. Друзья, совершенная любовь побеждает страх. В совершенной любви нет страха. И если мы любим совершенной любовью Божией, тогда мы любим всех близких, и у нас есть мудрость, как им дать слово, которое даст им победу. И если ты в унынии сегодня, друг мой, я хочу тебе сказать, не торопись делать выводы. Посмотри, что Бог будет делать. Знай, что у тебя есть друзья, есть близкие, родные, которые хотят видеть тебя свободным. Свободны от твоих переживаний, вот этого издыхания, состояния, когда ты не знаешь, что дальше делать. Я обращаюсь к верующим людям, или членам общины, или нашего содружества. Делайте одну простую вещь. Просите Бога о мудрости, как говорили с людьми. Дайте им надежду, потому что это наше время. Время давать людям надежду. Слова, которые будут помогать им выйти из депрессии, от состояния страха, переживания, и положиться на Бога, который сегодня выходит навстречу людям. Вы думаете, Он не контролирует это все? Контролирует. Мы думаем, что это великие какие-то замыслы людей, заговоры. Друзья дорогие, в Божьих руках все человечество, и без Его, ведомо, ничего не происходит здесь на земле. А любящие Бога знают, что все содействует к благу. И даже в этих ситуациях мы говорим Рахам. Рахам, милость, милость, милость. Пускай будет это слово с вами. Рахам, милость, милость, милость.